Так, сейчас я прям две секунды тоже здесь поправлю. У меня еще к тому. Ох ты, Господи, слетел телефон, слетела батарейка, да что ж такое. Ну, мои подписчики давно, кто со мной, все знают, что у меня всегда какая-нибудь начинается техническая история на эфирах. У нас, видимо, я из тех людей, при которых лампочки вышибают постоянно везде, и техника слетает. Это у меня уже вся моя команда знает. Но будем надеяться, что все случится наилучшим образом. Сейчас еще секунду, а то у меня телефон не заряжается почему-то. Вот у меня та же самая история. Да, я тоже секунду. Просто если он вырубится, похоже, а все, вот начал заряжаться, все, другая розетка. Тогда посиди секунду, сейчас две секунды, я тоже, ладно, у меня тоже почему-то не заряжается. Я всех приветствую. Пока займу ваш эфир. Как настроение? Какие ожидания от этого эфира? Есть ли кто-то, кто ничего не знает про метод регрессии, про регрессологию? Кому кажется, что это вообще непонятно, что и с чем это едят? Есть те, кому страшно. Есть ли кто здесь? Добрый вечер. Ура! Зарядка пошла. Заработала? Мне тоже все заработало. Да, у нас так всегда. Мои-то все уже знают, что у меня вечно какая-то веселая история с техникой. Потом все случается наилучшим образом. Такие, видимо, сильные энергетические люди не могут просто так звучать. Приходится, видимо, что-то устраивать. Ничего не знаю, расскажите, ничего не знаю. А какая тема эфира? О, да ладно. А тема эфира? Как это столько? О, кому-то страшно. Но сейчас развеемся ваши страхи. И кто ничего не знает. Сейчас расскажем. Я прохожу у вас в регрессии. Вы на моем курсе, да, видимо? Приветствую вас. Рада вас видеть. Жду с нетерпением информацию. И подписаны на Анну, и на Валерию. Вот они вместе в эфире. Для чего эти прошлые жизни? Ну что? Вот сейчас мы вам все расскажем. Поехали? Ну что, поехали? Давайте, я отключаю комментарии. Простите нас все. Я думаю, что на многие вопросы ваши, даже бессознательные, мы ответим сейчас. Потом включим комментарии и уже поотвечаем на те вопросы, которые останутся. Да. Я отключила комментарии. Так, ну что, Валерия, мы на ты, на вы. Как хотите. Ну, я пока на вы. Вот. Хорошо. Я тогда тоже. Я как предлагаю? Может быть, я сначала поделюсь. Или как? Давай, наверное, давайте тогда какие-то общие моменты, хотя бы для тех людей, которые, ну, оказывается, не знают. Ну, вообще, в двух словах, что такое метод регрессионной терапии. Может быть, вы сначала расскажете, как вы это понимаете. Вот прям простыми словами. А я дополню. Давайте. Ну, хорошо. Давайте. Ну, эфир посвящен регрессии, регрессологии, да, такому методу, который помогает, как я это себе понимаю, посмотреть свои прошлые жизни для того, чтобы увидеть какие-то моменты, которые влияют. Или ты молчишь, или ты уходишь в другую комнату, которые влияют на нынешнюю жизнь, есть возможность не просто туда посмотреть в эти прошлые жизни, не просто понять, почему происходило так или так, а даже, ну, я это называю, перепрошить, да, то есть избавиться от негативного влияния прошлого опыта на нынешний. Ну, это вот то, что я в регрессию увидела просто очень сильно. Для меня регрессия – это абсолютно, ну, для меня это практически научный метод, потому что у меня нет ни малейшего сомнения, что душа обретает разные-разные опыты в разных-разных периодах, состояниях, да, там, жизнях, пространствах. И этот опыт, как информационный поток, сохраняется у нас бесконечно, и у меня много этому подтверждений, потому что я не первый раз была в регрессии, и хотя это было, конечно, ну, то, что я испытала с Валерией, было просто несопоставимо ни с чем. Честно хочу сказать, не только то, что 5 часов, а потому что наимощнейшее осознание, прямо тут же, незамедлительно было проработано очень много вещей, сейчас об этом расскажем. Вот для меня регрессия – это смесь психотерапевтического метода с квантовой физикой, с духовным составляющим. Под духовным я не подразумеваю религию вообще ни в коем роде, да, под духовным я подразумеваю эту работу с духом и душой, и это, конечно, уникальный способ исправить те вещи, которые мешают нам проживать свою жизнь счастливо. Я абсолютно уверена, что человек должен проживать жизнь счастливо, и тогда это, естественно, нормально и здраво, да. Да, страдание – это вообще как бы неправильная история, и раньше у меня была такая фишка, я думала, что страдание – это такой путь роста, да, что это путь развития. Слава Богу, я избавилась от этого патологического, да, патологический паттерн. Ну вот, так что, ну, для меня регрессия вот так вот. Дополню, немножко расширю. Да, регрессия – это трансориентированный метод, это такая осознанная, управляемая, контролируемая медитация, которая отличается от того, что мы привыкли называть медитацией, где мы просто отдыхаем, восстанавливаем ресурсы, снимаем, да, стресс, напитываемся, да, какой-то энергией, то в регрессии мы можем сделать очень глубокую работу в зависимости от того запроса, с которым человек идёт в так называемую регрессию. И регрессия – это работа с воспоминаниями. И у нас есть разная память. У нас есть память касательно событий этой сегодняшней жизни. Есть события, которые мы помним, но которые также могут, да, мешать нам жить, стоять перед глазами, да, снова и снова запускают целую цепочку негативных переживаний. У нас есть ресурсные воспоминания, да, которые являются для нас нашей силой, это моменты наших побед, это моменты, когда мы чувствовали себя любимыми, важными, нужными, успешными, значимыми, да, и у нас у каждого есть такой багаж. Но также есть вытесненные воспоминания бессознательные, как негативно окрашенные, так и позитивно окрашенные. Например, могут вытесняться и наши ресурсные воспоминания вследствие каких-то травм, вследствие какого-то опыта, который может перечёркивать всё то хорошее, что было, ну так условно, да. И тем не менее мы можем в какой-то момент приходить в ощущение пустоты, никчёмности, одиночества, ощущение, что я ничего не могу, хотя, да, если вспомнить ещё там пять лет назад, мы могли чего-то достигать, быть очень даже успешными, но мы теряем связь вот с этим прошлым. Мы также можем работать с нашим внутроутробным периодом, потому что память об этом периоде тоже есть. Мы можем работать с памятью наших прошлых воплощений, и кто-то говорит, что, да, мы её не помним. Мы помним, это наши, да, беспричины, неосознаваемые иррациональные страхи и фобии, да, наши симпатии, мы видим какого-то человека, нам кажется, что мы знали его всю жизнь, мы видим другого человека, и он нас пугает. И он ещё слова нам не сказал, здрасте, не сказал, ничего не сделал, а мы уже, да, не хотим вообще с ним дело иметь, у нас ощущение опасности. Это также наши таланты, способности, которые проявлены уже в детстве, и странно, почему одного они есть, а другого нет, да, да, это также наши какие-то потребности, это то, что нам нравится делать, игры, в которые мы играем в детстве, часто уходят своими корнями в прошлое воплощения, то есть эта память, она так или иначе присутствует. Да, есть у нас родовая память, генетическая память, связанная с нашими предками, с нашим родом, и у кого там, да, были какие-то события трагичные, например, раскулачивание, то эта память сохраняется, и у нас в потомках мы можем, да, бояться больших денег, например, мы можем не доверять государству, потому что есть такой опыт, она может казаться, что это может повториться, но а зачем? Ну, и так дальше. И если посмотреть глобально, с чем мы работаем в регрессии, то мы работаем вот на той глубине, которая определяет наше бессознательное, оно определяет 90% вот всего, что с нами происходит в этой жизни. Это наши реакции, это наши убеждения, которые формируют наши выборы, наши принятые решения, да, мы такие некие, да, магниты, которые резонируем в пространстве, и скользя по пространству вариантов, вот в соответствии со своей вот этой системой убеждений, верований, представлений. И если на уровне сознания хочу быть богатым, а на глубине бессознательного я боюсь, потому что есть убеждение, что деньги приносят беду, да, или, там, за богатство нужно будет заплатить своим здоровьем, то я не буду выбирать те варианты развития событий, где я богат. Да, я хочу любить, да, но у меня есть опыт мой или, там, опыт моих предков, когда, да, любовь до хорошего не довела, я буду, да, выбирать людей, с которыми я не могу быть бессознательно. Вроде хочу, и вот и не могу, да, любовь несовместимая с жизнью, любовь через «не могу быть с человеком», любовь через какие-то препятствия. Мы можем влюбляться в людей, живших в других городах, например, и вот это такая любовь. Почему? А потому что на глубине бессознательной я не готов быть с человеком, который рядом, с которым просто и легко, потому что есть у этого свои причины, да, или, да, я хочу забеременеть, и врачи говорят, пожалуйста, нет никаких противопоказаний, прошла тысяча обследований, вот я 10 лет со своим мужем и не получается, да, не я, я сейчас примеры привожу, да, и тоже может, да, блокировка быть из опыта прошлого, когда, там, при родах умел ребёнок, мама умерла, ребёнок вырос и опозорил семью, либо ещё что-то произошло, или ребёнок лишил карьеры, самореализации, потому что требовалось... Или ты давал обеты, обещания, извиняюсь, что перебиваются, ток у меня. Да, и в общем, этот опыт прошлого, да, он влияет на нас, потому что принятое решение в прошлом, наши выборы, которые мы делали... Продолжение следует... Либо мы открываем доступ к ресурсным воспоминаниям, к ресурсным жизням, да, которые хранят наши накопленные навыки, таланты, способности, нужные нам качества, чтобы вспомнить, активировать, этим пользоваться. И в регрессии всегда определяет бессознательная душа, мы не знаем, куда мы попадём. Вот мы с Аней взяли все запросы, пошли и стали смотреть, что будет открываться. И каждое путешествие складывается, ну, уникальным образом, да, и это полностью путешествие Ани. Я лишь, да, создаю условия, которые помогают ей развернуть фокус внимания внутрь, а дальше я лишь сопровождаю, мы с ней всё обсуждаем, да, анализируем, по ходу прям. То есть это такое совместное, равноправное сотрудничество, да, моё и вот человека, которого, да, я там сопровождаю в его путешествии. Валерия, может, я буду где-то встревать, да, пока не... Вот теперь рассказывайте, мне кажется, я буду в двух словах рассказывать. Не-не-не, я решила по-другому построить эфир, ну, раз, да, так уж я тут, как бы, мой аккаунт, я просто слушаю, как бы, да, как происходит, и думаю, надо немножко поменять. Ну, во-первых, я хочу, да, сказать однозначно, что вы не думаете, мастер не может влиять на ваши картинки, то есть Валерия ничего за меня не делала, Валерия присутствовала как, ну, как доктор, как врачеватель, который контролировал ситуацию, если вдруг мне становилось плохо, потому что, ну, либо если вдруг мне стало бы плохо, да, я продвинутый пользователь. Это во многом похоже на расстановки, в которых я два года, да, и поэтому я была, ну, заранее готова, я не боялась, я не пугалась, у меня не было сомнений, поэтому, когда там, например, была ситуация, когда я вся пропиталась льдом насквозь, да, и это была жизнь, в которой, как оказалось, что я погибла во льдах, как экспедитор. Конечно, если я была бы новичком, то, может быть, меня бы это состояние испугало, потому что у меня буквально ледяной был воздух, ледяные легкие, прям, ну, лед. И в таких случаях, конечно, вот, Валерия, извиняюсь, что в третьем лице, да, Валерия, как специалист, такие ситуации не позволяют уйти в какие-то там панические атаки и так далее. Но в целом ни одну картинку ни разу, нигде Валерия не экспроприировала, не корректировала и не навязывала ни в коем случае. То есть Валерия присутствует именно как сопровождающий специалист, да, который видит поле, чувствует и так далее. Поэтому вы не думайте, вам никто ничего не навяжет. Но раз столько людей, которые плохо знают, что такое регрессия, давайте тогда, я хотела сначала про свой опыт рассказать, да, впечатлить людей тем, как я сама. Но я думаю, что на вашем опыте они как раз и поймут, что это. Ну, вот просто пару моментов, да, раз все-таки большой опыт у вас, вот что обычно людей пугает? Людей пугает, что, например, они увидят что-то страшное и с этим потом не смогут жить. Да, говорят, а вдруг я вижу что-то страшное и что я буду с этим делать? И что делать? Я просто никогда ничего не боюсь. Вот. Что делать тогда? Я думаю, что открыть жизнь очень легко, поверьте, вот эта память, она прямо вот на поверхности сознания, под поверхностью сознания находится. Но регрессия – это терапия, метод регрессионной терапии прежде всего. Поэтому мы открываем страшное, болезненное, и мы с этим сразу же работаем. Для того, чтобы это не было страшным и болезненным, мы сразу исцеляем. Вы выходите из регрессии, да, уже соцеленной ситуацией, да, еще какие бывают страхи, что а вдруг я уйду в прошлую жизнь и не вернусь, например, да, но мы в регрессии не выходим из тела, мы не совершаем астральные путешествия, это лишь воспоминания, поэтому мы никуда не уходим, нам ниоткуда возвращаться. Он лишь вспоминает, и, да, вот это вот, то, что называется глубиной транса, нет такого по большому счету понятия, как говорил там Милтон Эриксон, все равно, что говорить более сладкий или более соленый транс, вот, степень глубины, она определяется лишь самопоглощенностью, вот этим процессом. И мы вот там внутри, в своих переживаниях, фокус внимания там, но при этом, да, какая-то часть все равно сохраняет контакт с реальностью, человек понимает, что он там общается со мной, лежит на кровати у себя дома, там, все окей. А навредить может непрофессиональный регрессолог? Для меня, да, много есть специалистов разных, и кто там, да, кто себя только не называет регрессологами сейчас, для меня регрессолог не может быть без психологического образования, это невозможно, потому что, еще раз повторюсь, открыть прошлую жизнь легко, вообще, да, вы можете открыть... Высшего психологического? Вообще психологического, дополнительного, своего опыта, неважно, сейчас очень хорошее, да, обучение, там, или дополнительного, там, переподготовки кадров, не обязательно, это, конечно, зависит от человека, прежде всего. Бывает, что и профессиональный психолог, да, или... Ну, хорошо, а если профессионал, ну, а если есть образование, если человек, как бы, называет себя на основе, как бы, документов регрессологом, все-таки навредить он может, если он недостаточно... Опытен, недостаточно понимает, с чем работает, ну, вообще, как-то можно вредить этим методом? Ну, смотрите, это все равно, что работа, там, с психологом, вот психолог может навредить, просто психолог может навредить, системные расстановки, вот вы про них говорили, они могут навредить? Ну, конечно, если это не профессионал работает, который будет передавать свои какие-то установки, мысли... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она определяется еще набором инструментов, вот чем их больше, тем нам проще, да, подобрать нужные, потому что вот у меня всегда там многовариантность решения, там, любой задачи, поэтому я знаю это, сейчас попробую, так не получится, попробуем вот так, сейчас оставим на время, пойдем туда посмотрим, потом вернемся, ну, то есть вот... То есть мы говорим о том, что это все-таки не хирургия, тебя вскрыли, не зашили, мы говорим все-таки о том, что это психоэмоциональная методика, которая так или иначе предполагает ответственность самого клиента, да, и ты не можешь навредить физически, да, грубо говоря, то есть это не там, что ты завел человека в гипноз и бросил. Это так же, как, например, если ты, ну, с любым психологом поработал или с любым другим специалистом ты работаешь, так или иначе, то есть твоя ответственность, знаете, как у меня сегодня была ситуация, там, человек вот дала гомеопатов, она говорит, я съездила туда, все здорово, а потом приехала и подумала, а вдруг они ведьмы? А вдруг, вот я приехала, у меня там, у человека что-то случилось, говорит, наверное, они ведьмы. Я говорю, знаете, это может так дойти, говорю, до дебилизма просто на самом деле, да, перекладывая ответственность на другого человека. И наоборот, конечно, если психолог сказал, ты знаешь, пойди сброси с моста там или пойди прямо сейчас разведись, надо же понимать, да, что где заканчивается профессионализм, начинается личное. Ты сейчас уйдешь у меня в комнату. Да, вот здесь очень важный момент, Таня, то, что вы сказали, что, с одной стороны, личность, она всегда важнее там любого метода. И когда мне говорят, там, Валерия, а вот как найти там своего там специалиста, да, вот какой метод выбрать, я говорю, вы смотрите на человека, как он живет, что он транслирует в этот мир. И если вам откликается его картина ценности, если вы видите, что он профессионал, вот тогда неважно, какие даже методы он использует, они вам подойдут, он вам поможет. Да, потому что он будет уважать там высший закон человечества, там, не навреди, например, да, не пресеки свободу воли и выбора другого человека, да, не догоняй, не причиняй добро, но это вот то, да, чему учат всех психологов, собственно. Вот, поэтому вообще проработанность еще всегда важна, потому что если психолог сам не проработан, то он будет рыдать вместе с клиентом, да, у него будет подниматься свой незакрытый гештальт, его будет затапливать. И он поймет, что в какой-то момент он бессилен помочь клиенту, потому что он сам не справился с чем-то таким, да, и, конечно, из-за того, что там я работала всю жизнь, я там великий исследователь, чему я только не обучалась, и тысячу там дипломов и корочек, и я, да, аккумулировала в себе, наверное, опыт там самых лучших специалистов, да, и работаю бесконечно над собой. Вот, наверное, именно это и позволяет быть опорой для клиента, чтобы помочь ему справиться в той или иной ситуации. В том числе, да, вот, Ань, вы говорили, вы человек, который работает с телом, да, йога-энгаром, вы человек, соединенный с телом, поэтому вы сразу все проживали на всех уровнях, да, и психосоматика, и я, например, знаю, что такое психосоматика, и вообще внутренний конфликт, который задевает триггери тот или иной орган, да, вы сразу говорите, у меня там почки, я сразу понимаю, про что это, и куда оно нужно посмотреть, и куда еще пойти, и с чем поработать, и, конечно, это опыт, да, ну вот. Ну, и как с йогой, знаете, много в студии йоги, меня каждый раз спрашивают, Аня, а как там выбрать, я говорю, ну, ты приходишь, спрашиваешь человека, как минимум, ты сначала спрашиваешь у него сертификат, да, но так или иначе, ты потом начинаешь с человеком работать, и ты слушаешь себя, слушаешь свое тело, я именно об этом, вот весь мой блог про то, что ты должен сам выстраивать свое жизнь так, чтобы ты не был бы зависим от других людей, ты получаешь информацию, ты получаешь знания, но у тебя должен быть собственный контакт с собой, чтобы ты мог отличать тех людей, которые тебе нужны, те методики, которые тебе подходят, да, и это только при условии, это действительно контакты, а не какие-то тараканы в голове, когда ты приходишь, говоришь, ой, может быть, они ведьмы, мне что-то показалось, да, но я вот все-таки давайте хочу рассказать про свой опыт, да, регрессии воскресенья, потому что это была, я повторяю, я очень-очень продвинутый пользователь, да, разных духовных практик, я не согласна с тем, что медитация – это прорасслабление, классическая медитация в йоге – это очень сильная практика работы с собой, очень сложная, очень непростая, это очень глубинные проработки, но, к сожалению, под словом медитация сейчас подразумеваются разные техники медитативные, но на классической медитации, к сожалению, очень мало кто делает, мало кто обучает, и… Я говорила типичное представление о медитации, скажем, не более того, просто чтобы люди поняли, что я имею в виду, чтобы определиться в понятиях, конечно, медитации бывают очень сложные, непростые, глубокие, да. Ну да, ну то есть как бы сейчас просто подмена понятия в обществе в целом под словом медитация, поэтому, и так как у меня огромный опыт, там, 18 лет, да, настоящих медитаций, йога и духовной, психологии, ну чем я только в жизни не занималась, да, и кто со мной давно, да, в моем блоге знает, я скрывать это никак не собираюсь, потому что мой опыт уже проработанный практически, практически вся моя жизнь строилась на травмирующем детстве в виде сложных отношений с отцом. Я прошу вообще, я запрещаю кому-либо попытаться даже мне писать там какую-то критику в адрес моего отца, я хочу, чтобы все сразу поняли, ну давайте здесь определимся, у меня нет никаких претензий к этому любимому человеку, да, я уже давно прошла все этапы там злости, агрессии и так далее, но и вся моя жизнь строилась, да, так или иначе, она была ориентирована на моего отца, принятые решения, выбор мужчин, отношения с мужчинами, выбор карьеры, выбор себя, где у меня больше мужского, женского, ну то есть, правда, 99% такое ощущение, что у меня было завязано на папу, да, пока я с этим не разбиралась и начала искать, находить себя, но все равно в регрессии вышли разные-разные всякие пласты, вышли мои там, мои психики, моих установок, моих переживаний, таланты. Ну почему хочу сказать об отце, вы знаете, чем отличается фантазия, многие же думают, что расстановки или там регрессию, ее можно экспроприировать собственной фантазией, ты нафантазировал что-то, тебе там психолог помог, там тебе расстановщики помогли, или в регрессии ты сам себе какие-то картинки нарисовал. Вот знаете, я ходила и думала, как, мне просто важно донести до моих подписчиков истину, потому что я никогда не рассказываю в своем блоге ничего такого, что может, знаете, быть там, ну сбить человека как-то с пути куда-то не туда, я пытаюсь сразу, чтобы, если это ценно, то донести до человека понимание почему. Вот думала, как же так объяснить людям, чтобы они понимали, что это не картинки, и поняла, что ты, возможно, допустим, допустим, да, ну вы знаете, я знаю, что эти картинки мы не фантазируем в регрессии, но, допустим, вы в это не верите, и, допустим, свизуализировать какие-то себе там истории, допустим, можно, но вы никогда не сможете свизуализировать, экспроприировать в себе сами состояние. Вот это невозможно. Невозможно, как бы ты сильно этого не хотел и не желал, войти в состояние, когда ты чувствуешь, как тебя любит твой собственный отец. Особенно, если ты всю жизнь хотел, стремился, искал, сделал все, что возможно и невозможно в этой жизни, но так и не почувствовал. Особенно, когда ты не ожидал вообще, ты ожидал увидеть и почувствовать все, что угодно, только не ожидал. Потому что это был шок. Да, кстати, я и не ожидала, да, да, Валерия. Там было много огромных подарков в этой регрессии, попробую рассказать основные, но, вы знаете, я вам хочу сказать, что вот этот подарок, я даже, я, честно сказать, потеряла надежду в этой жизни. Мы выстроили с папой хорошее отношение, он мне говорит, что он меня любит, мы не ссоримся, не ругаемся, ведь раньше это была просто война бесконечная, да, просто непрерывная война. Но вот это состояние любви к нему безотносительная, а главное, мечта почувствовать его безотносительную любовь ко мне искреннюю. Это так, я на это, честно сказать, хотя я такой воин непробиваемый, не сдаюсь никогда. Честно говоря, я уже это отпустила, смирилась, сказала, ну, значит, вот в этой жизни вот так. И когда уже под самый конец регрессии, под конец пятого, пятого часа мы проработали все, что возможно и невозможно, и вдруг я, вот интересно, смотрите, как получилось, и вдруг мы работали про Софию, казалось бы, какая связь, и вдруг я начинаю чувствовать, что у меня покрывается льдом, холодом все тело. Это невозможно было никак придумывать, это невозможно сфантазировать, потому что это физиологическое ощущение, ты лежишь, а у тебя ледяные лёгки. Просто мозг в этот момент в замешательстве в полном, он не понимает, почему, что, к чему это. Это отличает как раз фантазию от посланий бессознательного, от воспоминаний из прошлого. Да, это невозможно было, ну, никак смотреть. Потому что мы тебе не можем объяснить, почему это произошло, я не хочу, чтобы это происходило, я себе хочу сейчас придумать все, что угодно, что я лежу на море, что мне хорошо, но мне холодно. И ничего с этим делать невозможно. Я лежала в тёплой кровати, намеренно тепло одевшаяся, зная, что бывают разные проявления, знаешь, я обычно в еженнику, то есть я была в тёплых носках, в тёплом одеялом, и вдруг ты понимаешь, и невозможно ни с чем перепутать, что у тебя лёгкие, пропитанные ледяным воздухом, потом у меня в горло стало подниматься лёд, я начала дышать, он прямо ледяной, знаете, вот ледяной воздух. Я поняла потом, что руки лежат на груди, у меня две руки, и что я лежу во льдах, я чувствую, как у меня щетина на лице, что я мужчина, что у меня здесь всё инием покрыто, я чётко вижу рядом с собой лайку, и я понимаю, что я экспедитор, который лежит и замерзает во льду. До этого вообще никакой связи с этим не было, мы работали вообще в другую сторону, помните, да, там София была, другой мир, другая планета, и вдруг на тебе. И когда в этой работе вылезла моя супруга, которая уговаривала меня не ходить в эту экспедицию, и оказалось потом, что это душа, это душа, ну как бы в этом теле душа моего отца, который страшно боялся, отговаривал, то есть любил, переживал, и всё-таки меня потерял, потому что я всё-таки замёрзла, умерла, погибла в этих льдах. И сначала, мы до папы даже не дошли сначала, но сначала стали прорабатывать, как я вообще там оказалась. И помните, да, Валерия, ведь вылезли все мои проблемы, моё эго, при котором я уверена, что это моя сила не бояться, моё бесстрашие, моя уверенность, что мне всё по силам, моя смелость идти туда, откуда никто не идёт. То есть мы проработали все вещи, которые в моей сейчас нынешней жизни фактически являются базовыми вещами моей личности, да. И это было настолько неожиданно, это было настолько как-то, знаете, мы точно к этому ничего не делали. Да, и самое интересное, что вот когда мы стали это уже анализировать в процессе, мы же там и проживаем, всегда есть тот, кто вспоминает, и тот, кто на это смотрит, да, и анализ сохраняется, критичность сохраняется. И когда мы стали разбираться, да, и Аня, помните, как вы говорите, так нет, всё правильно, так и надо, я говорю, подождите. Да, я была согласна встречения. Да, но неужели нельзя было? Давайте посмотрим. Кто-то предупреждал о том, что будет буран, да, что можно переждать, да, и вот это вот отчаянное, что со мной ничего не случится, что я иду совершать открытие, я там буду покровом небес, всё будет хорошо. Я так и ушла из той жизни, я так, я ушла, так и оставшись при своём мнении, что я всё... Осознания не было, да, то есть мы убрали, и там внутри человек говорил, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, я сейчас усну, меня точно раскопают, то есть я точно не умираю, это невозможно. Я даже не понимала, что я умираю, я думала, что я сейчас так вот засну, меня найдут, то есть, вы представляете, человек уходит из жизни, вот я ещё для себя так поняла, Валерия, поправьте меня, если я не права, то есть ты тащишь за собой какие-то вещи только тогда, когда ты до смерти не успела осознать. И я реально, я понимала чётко, что я... И вы мне говорили, Аня, посмотри, ну ты, Аня, саркисянкой, посмотри, ты же понимаешь, что так делать было нельзя? Я говорю, да как нельзя? А кто тогда миры будет открывать? А кто будет тогда... А вы помните? Я ещё с вами спорила, говорю, а вы помните? А вот такой ты человек, а как бы он вот это сделал? Я ей говорю, Аня, то есть, можно только ценой собственной жизни, да, вот только вот так, да, по-другому никак это невозможно. Очень был интересный опыт. Так нет, и вы же меня так и не услышали, Аня, я помню, то есть, я пыталась с Аней разговаривать, это было бесконечно. Я согласилась. Вдруг, да, когда мы поднимаемся в пространство жизни между жизнями, да, как его назвал Майкл Ньютон, или там пространство объединённого опыта души, и передание вот этого вот мужчины, которым она была когда-то, я говорю, Аня, он ничего не хочет вам сказать, и он вам сказал одно слово, которое вот и запустило цепочку уже осознания и принятия. Помните это слово? Я помню, я помню всё, что вы говорите, слово, я помню, что было слово, а какое? Он сказал осторожней. Осторожней, точно, да. А я ведь никогда не осторожничаю в жизни, никогда, я гоняю по городу, 220 нас, там, ну, то есть, я никогда не осторожничаю. Мать четверых детей, Аня. Ну, сейчас уже так не гоняю, но всё равно гоняю. Все, кто со мной садится, осторожность для меня признак слабости до сих пор. Мне надо переслушать, кстати, эту регрессию, потому что я какие-то вещи прямо хожу, все эти дни варю, варю, варю в себе. Да, вы знаете. И это тоже убеждение, понимаете, что осторожность, сила, да, ну, как бы убеждение слабости. Проявление слабости, да. Проявление слабости, да. А это проявление мудрости на самом деле. Ну, меня, конечно, поразило, когда, да, всё-таки вот папа, и я хочу к этому вернуться, народ, вы понимаете, что можно что угодно там фантазировать себе, но вот это состояние, как состояние, как знание души, как опыт души, вот именно как состояние, когда тебя любит человек, который, ты уверен, что не любил тебя никогда, и ты ему простил, ты всё отработал, ты понял, что это тоже его душа, ты его пожалел, посострадал, ты прошёл все этапы, но потребность, чтобы тебя твой отец всё-таки любил, чтобы он тобой гордился, чтобы он за тебя переживал. Она никуда не девается, даже если ты очень сильно вырос и очень сильно всё понял. Если ты ему уже всё простил, всё понял, всё принял в этой жизни, принял такую судьбу, принял такой путь, но желание-то осталось, это желание, оно фонит везде, оно фонит в отношениях с мужчинами, оно фонит в выборе профессии, оно фонит в отношениях с людьми, как незакрытая потребность, наимощнейшая для человека, чтобы твой отец себя принял, полюбил. И вот это состояние, я хочу сказать, что даже сейчас, если мой отец, мой папа будет как-то себя не так вести, он будет продолжать вести как-то себя не так наверняка, хотя не факт, что я говорю. Вы знаете, у меня уже это знание никто не отнимет. Это как опыт быть любимой, любить и быть любимой. Знаете, как у меня в последнее время есть опыт безотносительной любви Бога. Что бы с моей жизнью не происходило, сейчас у меня очень сложный период, очень тяжёлый период в личной жизни, но это такая наимощнейшая база моя, опорная точка. Я знаю, что даже если это с этим мужчиной не получится, или там, 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 у меня есть опыт и состояние безотносительной любви. Я благодарю, Валерия, вот просто вас перед всей Россией кланяюсь, потому что вы подарили мне опыт безотносительной любви моего отца, который мне никто не... А, он ещё как боится за вас, да, как трясётся. Вот этот вот страх из той жизни, знаю, что моя дочь такая отчаянная, да, он тоже перешёл июю. Ты ничем не остановишь, и ведь это всё было в моем детстве. А ещё что вы увидели, Аня, самое главное, да, вот, любовь, страх. А ещё, что он вами гордится, что он восхищается, что он считает, что вы просто, да, там, круче всех его детей, что там, их он просто любит, а вами ещё гордится. И надежда на вас, и он знает, что вы-то в него, и вы за него, и вы его продолжение, не кто-то другой, кого он просто любил. И вот увидеть вот эту многомерную любовь, она же разная, вот эта другая любовь. Я уверена, народ, кого-то бесит, представляете? Я, представляете, Валерия, я обращаюсь к своим подписчикам, народ, народ, мой род, наш род. Некоторых бесит, просто удивительно. Сегодня опять мне написали про то, что в людей реально бесит это слово. А я всё равно... А вы сейчас, когда первую жизнь расскажете, они поймут, что такое народ, что такое быть народом вообще. Да, кстати, да. Я, кажется, заслужила так обращаться к людям. И мне кажется, это так здраво, так по-родному. Ну, в общем, знаете, народ, я уверена, что у каждого из нас есть вот такая незакрытая потребность. Какой-то любви, потому что любовь для меня – это абсолютно базовая, главная история в жизни. Потребность любить и быть любимым безотносительно, с Богом, с людьми, с мужем, с родителями. Мне кажется, это вот то, ваше вокруг всего крутится. И нам с Валерием удалось, ну, мало того, что это вот величайший подарок к моему 45-летию, который приближается, да, вот эта история с отцом. Я уверена, что он будет дальше разворачиваться. Я вот хочу, чтобы сегодня долго было, наверное, эфир, больше часа. А вы когда с ним увидитесь, Аль, вживую? Он приедет перед Новым годом, ближе к моему дню рождения, но я, правда, потом уеду. Ну, вот напишите мне потом, как пройдёт. Да, да. И, кстати, он… Вот это всегда очень интересно. Да, и потому что даже в этот же вечер я после нашей регрессии позвонила человеку, с которым мне хотелось поговорить. Это был другой часовой разговор совсем. Я точно знаю, как тоже, опять-таки, как продвинутая польза. Я знаю, как меняется поле. Когда ты меняешь себя, меняется поле. Мне тоже интересно посмотреть, как будут развиваться события, но у меня нет ожиданий. Мне достаточно на данный период того, что у меня есть теперь так долго желанное знание, оно уже меня греет. То есть, вы знаете, ходило холодно. А какая вам ещё ресурсная жизнь открылась? Вот семейной любви. Ну, это что такое? Которую вы никогда в жизни не испытали. Вот тоже. Да как можно придумать то, что ты не испытывал в этой жизни? У тебя нет этого опыта. Да. И вдруг ты просто тебе открываешь жизнь, где у тебя было то, о чём ты только мечтаешь. И ты просто это проживаешь каждой клеточкой своего тела. Ты этим напитываешься. И это становится твоим новым опытом. Ты понимаешь, как. А как это? Вы понимаете, ведь давно же доказано, что ты не можешь испытать того, чего у тебя... Ну, то есть, я не могу сфантазировать тот опыт, которого не было. В этой жизни. Да, в этой жизни. Как бы я не мечтала любить и быть любимым мужчиной, потому что это прям была большая очень у нас с вами кусок регрессии. Как бы мы все мечтаем. Но если у тебя нету этого опыта, ты не можешь прочувствовать, прожить это телом, состоянием, душой. А я прожила. Я прожила каждое его прикосновение. Знаете, кстати, интересно. Мужчина в этой жизни, которому была прям большая любовь, невозможно было это переполнить. Я почувствовала, поцелуй у меня на шее. А так делает с рождения мой папа. Это единственное его проявление ласки, которое вот для меня всегда было просто сумасшедшей сладостью. И так делал мой любимый муж, с которым мы разошлись. Да, вот такая трагическая. Никто ведь их этому не учил. Никто же им это... Подходит мужчина, я чувствую это поцелуй на шее. Это невозможно придумать. Ну ладно, можно сказать, у тебя папа так целовал, ты спроецировал. Допустим. Но ощущение, безусловно, любимой, любящей женщины, состояние счастья, проживания в семье, полной детей, веселья, счастья. Но у меня не было такого опыта. А тут я его прямо с каждой клеточкой кожи проживала. Я видела свою внешность, я чувствовала своё тело. Я чувствовала... Ну, каждый микрон, понимаете? Это невозможно придумать. А как... Ну, знаете, например, вот, да, как интересно бывает, что приходит человек, у него какая-то фобия. Ну, например, да, панический страх воды, глубины. И начинаешь разговаривать, и понимаешь, что в этой жизни там он не тонул, ничего не происходило с детства. Панически боится воды. И он приходит, да, и понятно уже мне, как регрессологу, что значит, в одной из прошлых жизней, ну, скорее всего, да, он утонул, или что-то там произошло. Да, и можно пойти искать первопричину, но бессознательная, мудрее. Она может открыть жизнь человеку, когда он жил там у воды, когда он нырял, доставал там ракушки, был ловцом, да, мореплавателем, например, где для него вода это была просто стихия. Человек это вспоминает, он выходит из регрессии, и ему больше не надо искать первопричину, своей фобию, у него больше нет фобии просто. Валерия, можно я на секундочку, вы пока что-то скажете? Я отнесу, она заснула, я на секундочку. А может быть, тогда вы откроете комментарий, я пока на вопросы поотвечаю? А, сейчас. Секундочку, секунду, давайте. Ну, это правда. Так, пока поотвечаю на ваши вопросы. Прокомментирую, кстати, ещё, да, вот, например, тот опыт, вот кто-то скажет, ну, это же страшно обнаружить себя там во льдах, да, но ты всё равно чувствуешь вот настолько, чтобы ты это вспомнил, да, это воспоминание, оно притягивает внимание, потому что там есть ограничивающее убеждение, которое влияет на эту сегодняшнюю жизнь. И это лишь привлечение внимания, да, дальше ты просматриваешь жизнь и понимаешь, что привело тебя вот в эту точку, потому что, да, гармоничность жизни заканчивается в глубокой старости, в окружении родных и близких, да, с ощущением, что ты всё, что ты мог, сделала в этой жизни. Если, да, это несчастный случай, очень насильственная смерть, да, вот такой это несчастный же случай, ты понимаешь, что что-то там не так, и ты идёшь туда для того, чтобы увидеть в себе то, что тебе мешает в этой жизни, да, достигать желаемого. Как вы это делаете? Я веду словом, это, ну, как медитация, да, и есть работа в индивидуальном формате, есть работа в групповом формате, я провожу онлайн-курсы, например, где люди путешествуют под мой голос, а потом идут в чат, где есть я, куратор, и можно поделиться полученным опытом, задать свои вопросы, да, вот примерно всё то же самое. То есть вы путешествуете под мой голос. А я как это делаю? Я создаю условия, при которых, так, кто такой регрессовок, это человек, который помогает другому разорвать фокус внимания вот внутрь себя, да, открыть доступ к глубинной памяти души. Дальше, да, каждому открывается то, что ему нужно в соответствии с его запросами. Так, и выключаю обратно, да? Давайте, да. Да, я ещё, знаете, что очень хотела рассказать по поводу талантов. Вот помните, один из запросов был, что я знаю все, ну, как бы я знаю глобально свои таланты, в последнее время, благодаря там моей учёбе, практике в психотерапии, там и татахиле, ничего только не было. Я поняла уже свою конъюнктуру, свои способности, всё, но было что-то, что меня не давало сделать следующий шаг. И я понимала, что тёмное пятно, которое я никак не могу идентифицировать. То есть я понимала, что, да, политика, я понимала, что, да, там я могу быть президентом, я понимала, что вот у меня есть вот весь набор данных, но было какое-то тёмное пятно, которое ты, которое я никак не могла даже прощупать, да, что-то, что мешало сделать следующий шаг. И вы знаете, я сегодня, Валерия, ходила, по вашему совету рассказывала всё, что приходит своей подруге. У меня есть такая хорошая подруга, она и привет, если ты меня видишь, которая готова меня выслушивать по-честному. И, ну, и опять-таки, вы же тоже говорили, да, что для меня очень важно проговаривать. И для меня вот в разговоре часто рождается какая-то истина, потому что я так разговариваю сама с собой. Я сегодня поняла, что я не смогла бы найти этот ответ, куда дальше, что, почему, что меня, что мешает. Потому что в этой жизни ответа нет. Понимаете? Ты хоть ты там убейся головой об стенку, попытайся найти ответы, а их в этой жизни нет. И те ответы, которые мы с вами нашли в моих предыдущих жизнях, почему дальше во власть не пускают, что критически опасно было бы для меня и для людей, если бы я пошла бы в политику, да, right now, вот прямо сейчас. Как мне показали моё врачевательство, то есть... Ну, расскажите вот эту жизнь первую, она же была просто потрясающая. Это там, это не которая с землёй, а которая с ведьмой, вы имеете в виду? Да. С ведьмой? Да. Ну, да, слово ведьма, на самом деле, это ведать, да. И удивительно то, что в субботу мне это на расстановках очень... Ну, то есть мне много раз показывали, что я ведьма с безграничными возможностями, да. Мне много раз показывали в предыдущих жизнях там и в расстановках, что я маг, целитель мирового, то есть уровня, там, правитель мира, да, там, Атланты и так далее. И казалось бы, можно было бы это подыграть, да, когда мы уходили. Но были вещи, которые подыграть было невозможно. Значит, и смотрите, как интересно. То есть мне показывали... Протом мы ходили из разных времён, то в детство, то в юность, то ещё куда-то, да, что я была человеком, который обладал способностью целительства. И один город, в котором я жила, я спасла... Чётко показали, почему меня дальше не пускают, почему меня не дают распаковать до конца мои возможности, почему мне не дают идти дальше в политику, потому что у меня, во-первых, у меня инстинкт самосохранения вообще практически нулевой, да, то есть я готова браться за любые вообще беды, за любые, там, кидаться всем в помощь. И так, конечно, не делается. У меня... И знаете, мне вот, Валерия, мне много раз говорили, говорит, Аня, твоя единственная такая глобальная беда – это эго. А я всегда не понимала, про какое эго мне говорят, потому что я считаю, что я человек очень... Ну, при таком уровне самокритики, какое нафиг эго? То есть мне вообще не нужен критик никакой. Потому что конкурировать со мной в критике меня никто не способен. Я думаю, ну как это не стыкуется? Мне никогда это не стыковало. Говорю, какое эго? У меня нет самолюбования. Говорят, ты самолюбование замешали? Какое самолюбование? Вы побойтесь Бога. А оказывается, эго со мной сыграло очень злую шутку. Я знала, что силы мои безграничны. И считала, что я должна, обязана, обязана всем жертвовать, лишь бы вот воплощать, реализовывать свои возможности. И фактически это эго Бога. Что у меня нет таких проблем, нет таких вопросов, которые я не могла бы решать. И в этой жизни у меня ровно такое же ощущение. Знаете, вот ровно такое же. И я, кстати, пришла на запрос к вам с тем, что я могу решить любую проблему в жизни. Но как только дело доходит до самоценности, у меня просто минус 100. И опять, вы понимаете, как думаешь, как при такой самоценности, ужасной, минусовой, какое нафиг эго? А оказывается, очень даже. И оказывается, что при таком эго действительно опасно идти и в большую политику, и в большое целительство. И не только потому, что я могу там заболеть там или саму себя уничтожить, а потому что я лезу туда, куда нельзя лезть. Аня, расскажите, вот что там за ситуация произошла? Вот я думаю, тогда всем станет понятно. А какую именно вы имеете в виду? Какую именно ситуацию? У меня была фантастическая, ну, невероятная любовь с правителем этого города. Но мы не были вместе, мы встречались, у нас были какие-то любовные встречи, но мы не так и друг другу не решились посвятить друг другу жизнь, потому что я занималась врачевательством, очень необычным. И этот талант в этой жизни у меня однозначно есть. Он нарастает сумасшедшей силой. То есть я подхожу к человеку уже в этой жизни, в том числе, одинаково. Я вижу чёрное пятно внутри, в конъюнктуре, на духовном плане. И я понимаю причину. И я начинаю, и у меня есть способность поднимать тилу души для самоисцеления. И я этим занималась там. Но так и не позволила себе с любимым мужчиной быть. Ну, и поскольку это было вот то время, то там не очень люди понимали, что вы делаете. Ходила вот такая слава, что вы то ли ведьма, то ли кто. Но поскольку есть покровители, то вас особо не трогали. Но это всё вот до поры, до времени, да? Но не только покровители. Помните, меня не трогали не только, потому что у меня были самые-самые сильные мира сего покровители, которые мне помогали. Меня не трогали, потому что всё время я этот город спасла от чумы. Там много всего было. Но, тем не менее, люди, да, они так вот устроены, что они не понимают, да. Они не понимают. И повод, да, и они разорвут. А мне относились, да, с уважением, но плохо, потому что не понимали. Но, тем не менее, и побаивались, Потому что они понимали, что там вообще Боялись, да Шитали, что ведьма-ведьма Ну да, все считали, что ведьма Но никто не смелился Меня трогать, потому что покровительство И много помощи И вот в тот момент Меня подставили Очень жестко подставили на рождение Больного ребенка, которого я попыталась Спасти, родился урод Прошу прощения за это слово Меня подставили, меня поймали Дождались того момента Обвинили в том, что урод из-за вас Да, да Из-за того, что я участвовала в родах Вместо поветухи, которая сбежала Ребенок таким стал Прикосновение к плоду ведьмы Привело к его уродству И меня арестовали В этот момент моего любимого мужчины Правителя этого города в городе не было Надо мной устроили суд А я, и вы знаете, это прям моя тема Это в этой жизни, это прям моя Прям боль Я замолчала, потому что Я разочаровалась Я смотрела на этот народ Меня спрашивали Суд А я все А я просто замолчала И я так поступаю сейчас То есть если я из года в год Из года в год Дружу с кем-то или что-то Доказываю свою ценность Доказываю свою Любовь к людям А меня обесценивают Обесценивают И под конец как-нибудь так обесценивают Что я понимаю, что это безнадега И это прямо, знаете, в моей жизни регулярно происходит Недавно такая трагическая у меня была история Я просто замолкаю Потому что я считаю, что просто бесполезно Дать что-либо говорить И тут было прямо ровно то же самое Я замолчала Пришел в какой-то момент Один из моих покровителей Он заплатил за то, чтобы я могла сбежать Чтобы меня спасти А я отказалась Я посчитала, что справедливость И честь, и достоинство Они дороже Дороже жизни Это было такое предательство души Потому что у меня потом И плюс вы еще потеряли вообще смысл жизни Потому что вы разочаровались Полностью В этой жизни И вы просто пошли на эту смерть Ну вот Даже не применяя своих Беденских способностей Я ведь могла Вообще ничего Вообще Я просто сдалась Я позволила себя растянуть на этом колесе Я видела, что меня прям растягивается Я ненавижу, когда при мне хрустят Пальцами Я теперь понимаю, почему Вот к вопросу Почему это память прошлых жизней Вот в чем она Вот почему Меня прям, знаете Меня прям все выкручивали Когда при мне вот так вот пальцы хрустят Это прям невыносимо для меня И представляете И я вот помнила Подписчики мои дорогие Я прям на этом колесе чувствовала Это состояние И вдруг я поняла Что у меня есть способность Покидать тело Тогда, когда я захочу И по его правителям Нет, у меня не защищает Тот, кто пришел меня защитить Я посчитала, что И передо мной стоит весь город Весь город пришел посмотреть На мою казнь И я в этом состоянии Еще на колесе Смотрю на них И у меня разочарование Боль Безысходность И такой, знаете Уже безразличный Может, да пошло оно все Раз вы так Я вам тут это А вы невеже Невеже И ведь у меня То же самое сейчас И я беру И прежде Когда меня начинает растягивать Вот эта боль Кстати, я знаете Валентина Я вообще ничего в жизни не боюсь Правда Я бесстрашный человек Я боюсь только боли физической Настолько, что я зубы стала Теперь уже лечить под наркозом Мне непереносимость У меня чувствительность сумасшедшая И я приняла решение Покинуть тело И вот я в этой душе Я вижу себя уже душой И в этот момент Заходит правитель города С решением Все-таки уже плевать На все Нет, подождите Там был еще момент До правителя Когда душа поднялась И вы посмотрели Сверху на всю картину Вот тут первое было Вы знаете Я рассказывала сегодня Об этой своей подруге Знаешь, говорю Это было феноменально Феноменально Насколько восприятие человека Из тела Одно А когда душа отделяется И у меня уже начинается Бестелесная жизнь Вообще другое И вдруг я в этой душе Будучи Я увидела Что половина города Плачет Что половина людей Просто Вот, знаете Сходит с ума от боли Что такое случилось Да, они не стали На мою защиту Они, наверное, понимали Что это бесполезно Но не было Половину города Не было все равно И я из этой души Посмотрела Подумала Что же я наделала Как же я могла промолчать Но, Валентина Вот вам тут, конечно Просто стопроцентная Ваша заслуга Вы обратили внимание На то, что Что? Вы меня иногда Валентиной зовете Ладно, но я Валентин Ой, почему? У меня, кстати, с именами Определенная история Но это не тема Это нормально У меня есть отдельный Вообще курс Про имя и фамилию У нас уже миллионы Просто так Они не вылезают У меня есть еще Евгения Виктория Нормально Теперь Валентина Новое имя Ради бога Нормально, нормально И вы тогда Обратились Мое внимание На очень важный момент На очень важный момент Что Вот На имя отвлеклась И забыла Что-то было Прямо суперценное Тогда Что вы тогда Обратили внимание Что же я должна А Вы тогда сказали Говорит Анна Вот вы будете Когда там Разговаривать С электоратом Или там Со стадионами Да с людьми Да Вы понимаете Что до всех Не донести Вот До всех Невозможно Каждого изменить Невозможно На всех повлиять Но найди тех Чьи глаза Смотрят на тебя Сквозь душу И разговаривай с ними Тебе надо было Тогда Просто в этом городе Встать Найти те глаза И через них Запустить эту волну И волна бы пошла Как такая Простая вещь Могла не прийти Мне в голову В тело В ум Этого человека Это было Так очевидно Это такая Фантастическая Для меня Ну как бы Понимание Как механизм Как Потому что Вы знаете У меня последнее время Даже вот я В Сколково учусь Все коучи Все психологи Таня говорит Есть одна проблема Все твои Фантастические Способности Таланты Знания Они безграничны Но у тебя есть проблема Тебе надо научиться Коммуницировать С людьми Так Чтобы на их языке До них Доходило бы Чтобы это не оставалось Вот ценность У тебя внутри И представляете Я вот Это на самом деле Вот сейчас Прямо во время эфира Понимаю Насколько Вы мне подарили Еще один ответ Важный Действительно Понимаете А ведь был запрос Как мне научиться Так Что мне делать Так Чтобы до людей Сразу доходила Вот эта волна Информационная Понимание Талантов Знаний Способностей А знаете Что еще было Очень интересно Не помню Обратила ли я Ваше внимание Во время регрессивной Обратила Когда душа Поднялась Уже в пространство Где живут души Все ушло Ушла боль Ушли страдания По неверно принятому решению По потерянной любви По боли По разочарованию По ошибке Все ушло И вы знаете Вот это вот состояние Когда душа Безотносительно Чего бы то ни было Просто душа Я никогда Ничего подобного В жизни Мне кажется Это невозможно Испытать на уровне Земной жизни Мне кажется Это такое ощущение Которое просто Оно невозможно В земной жизни И это фантастика У меня так один раз Была история В расстановке Когда я испытала Нулевое эго Я работала Проводником Который души Отправляет Ну как бы Да На Там были погибшие души Сотни людей И меня поставили В роль человека Который способен Эти души Отправить на реновацию И вот это ощущение Когда ты просто Делаешь то Что Богом положено Не потому что Ты хочешь быть красивым Крутым Не потому что Там деньги зарабатываешь Не потому что Тебе надо там Как-то там проявиться А просто потому что Богом положено Твое дело Ты делаешь Вот это вот Даже слово Крутой Сразу понимаю Что вот это не то Это тоже не то А вот это да И уже сегодня Это кстати проявилось Да Там через личные отношения Да Там Не обнародуют И в инстаграм Пока Так как это Не является какой-то Там Уже сложившейся историей Ну вот вы знаете Да Сложная очень история Про личные отношения С мужчиной И да Народ у меня есть Личная жизнь Да Но не знаю Чем закончится Уже сегодня Это сильно проявилось Раньше я бы плакала То есть я бы В этом разговоре Знаете Там слюни Сопли Или там Агрессия Или какие-то попытки Там что-то там добиться Тут я просто сидела И слушала человека Говорю Да Я понимаю И наблюдала за собой Я такой В отношениях С мужчинами Нормально Валерия Валерия Я такой Валерия Вот сегодня У меня вот там Пять часов Был этот разговор Очень сложный Он поставил Очередную какую-то точку Или запятую Не знаю Но это выглядит Как точка Я такой никогда Не была Понимаете Вот я уверена Сейчас в основном Женщина меня смотрит Вы знаете Это была фантастика Я наблюдала за собой Да Мне было больно Да Мне было дискомфортно Да Было обидно Но это были такие Спокойные Переносимые эмоции А главное мои реакции Я молчала Тогда Когда бы я точно уже сто раз Что-то проговорила Я слушала Я наблюдала И вы знаете Очень спокойно Сказала Хорошо Это твой выбор Мне жаль Я сделала все Что смогла Мне жаль Что ты так воспринимаешь Мне жаль Что ты так слышишь Я не могу ничего доказывать Потому что все Что могла Я сделала Это состояние было Именно потому что Я знаю Как должно быть Когда по-настоящему Не факт Что здесь не по-настоящему Но на данный момент Точно не по-настоящему Если мужчина Так себя ведет То я в это Не хочу идти Либо он Либо что-то Потому что вы уже знаете Как бывает Как может быть И вы уже не соглашаетесь Но меньше Вы уже не согласитесь Потому что уже сердце Оно открыто для другого Уже это невозможно Уже этого мало Это правда Это фантастический опыт Вы знаете Потому что Если этого опыта нет Ты будешь бесконечно Сам себя насиловать И терзать Попытками Провериться Перепровериться Понять Перепонять Но как Это так же Как я уже сказала Десять минут назад Как можно понять Если опыта в этой жизни нет Тебе не обо что провериться Тебе не обо что Прочувствовать Нет этого состояния А тут оно у меня уже есть Благодаря вам Это фантастика Конечно Это очень круто Аня Я очень рада Что вы это взяли Потому что Вот говорят А вот как определяется результат А когда ждать результат Вот он по готовности По готовности человека взять Потому что Никого нельзя ничего научить Никому нельзя ничего дать Каждый человек может научиться Или взять сам Столько Сколько может И как раз Ваша проработанность Да Которая была до Она и сыграла Вот это Все эти знания Вот это Некое количество Через регрессию Уже аккумулировалось В новое качество Вы были к этому готовы Потому что По-разному происходит Регрессия Ну так жадно Как вы Да Вот просто брали Брали Почему пять часов Да Мы бы там То есть обычная индивидуальная Регрессия идет Там ну четыре максимум Ну потому что открывается Еще одна жизнь Да То есть уже мы вроде бы заканчиваем Мейн стори Оказывается помимо этого Была какие-то секретные знаки Да Я увидела Бетта Я не знаю Может вам придет Народ какая-то идея Я из потока Матричной Информационного Такого Прям вот Знаете Просто Все было залито Бесконечным потоком Цифр Букв Матрицы какой-то Была буква Бетта Мне ее вручили Не знаю Мне так и не пришла идея Почему именно Бетта Сказать то что Ушло в этот момент Конечно Пожалуйста То есть это про режим Работы головного мозга Для меня И у нас же мозг На разных режимах Функционирует И бетта режим Это как раз Режим бодрства Неосознанности Бетта режим Это тот режим Который позволяет нам Вообще воплощать Желаемое И быть воткнутыми В розетку этой реальности Потому что Альфа режим Работы головного мозга Это наши Фантазии Задумчивость Легкое медитативное состояние Тета режим Это погружение И доступ к бессознательному Глубинной памяти Нашей души Гамма режим Работы головного мозга Если вы смотрели Фильм Люси Или области тьмы Это способность Да Вот вы сегодня По-моему говорили Где-то Сторожность у нас Мозг там Да Работает на 4-5 процентов А что было бы Если бы на 15 Вот вы видели Наверняка эти фильмы Там правда Люди используют Психотропные вещества Но их мозг Начинал работать На других режимах Активируя Свою способность Обрабатывать информацию Поглощать И так дальше Вот в регрессии Мы переходим Мы на трех режимах Работаем Это альфа Гамма И тета И поэтому Да Мы можем Такую работу Проделать в регрессию За несколько часов Которую человек За несколько лет Проделать не может Потому что Наш мозг Переходит на другой Режим функционирования И он реально Работает на 10 На 12 процентов Никто не считал Но гораздо больше Мы оперативно Усваиваем Перерабатываем информацию Время по-другому течет Да Вы вышли Из регрессии Вам показалось Прошло 2 часа А это 5 Там все по-другому Ну это был шок Ну и дельта режим Работа головного мозга Режим сна Вот бета режим Он тоже делится На несколько режимов И возможно Это про то Что Есть даже То есть эти волны Они уже Переведены В звуковые волны Есть даже музыка Которая пропитана Вот этими волнами Никогда не слышали Слышала Конечно Я пыталась Вот бета режим Работа головного мозга И может быть Это про то Как ей помочь Адаптироваться Она же У вас другой планеты Как вы выяснили У нее очень много Внеземных энергий И она сюда Ну как бы материализуется Так Якорист На земле И ей как будто Непросто И возможно Даже ставить Эту музыку Пропитанную Вот этим Резонансом Бета Возможно Поможет ей Так же Как вот работают С дельфинами Которые Ультразвуком лечат Сцеляют Другими волнами Вот мне пришло так Поэтому Послушайте Свой отклик На то Что я вам говорю Возможно Срезонирует Откликнется Вот поживите Надо мне Поизучать Интересно Поизучайте Почитайте Потому что Это может помочь В том числе Да Вот В адаптации Потому что Она адаптируется К земле К этому телу Да Вот К этой реальности А вот смотрите Вы помните Я ведь Это был единственный раз Когда я была Ну я была В разном состоянии Где-то человеком Где-то там Ну это уже А тут я была драконом Тут я тоже была Неземным существом Она была Неземным Я То есть как подсказка О том Как нам В наших сущностях Адаптироваться К земной проживанию Жизни Да Возможно У нас у всех Есть внеземной опыт Душа Это такая сборка И мы храним Отголоски Самых разных жизней Форм жизни Воплощений Но Какие-то проявляются Влияют больше Вот И мы какие-то энергии Сюда привносим И если уж говорить Да То вот такие люди С такими Да Неземным опытом Они его транслируют Сюда на землю Они проводят Эти энергии Сюда То есть они Такой приемник Да Трансформатор Этой энергии Но при этом Вы помните Вы помните Что когда мы пытались Дальше Разобраться С Софией Как раз В этот момент Я вдруг Оказалась Во льдах И оказалась И когда вы говорите Что вы там делали Почему Что вы исследуете Я сказала Я вижу Какие-то Да Вы как раз Связь Земли С инопланетами Какими-то там Информация С космосом Представляете Хотя это была Абсолютно нормальная Земная жизнь Какого-то там Оптического исследователя Надо мне Еще хорошо Знаете Что народ Валентина Да что ж такое Валентина Нормально Сегодня я Валентина Давайте уже Валентина Побудьте Побуду Валентина Нормально Сылает запись Регрессии Полностью То есть я потом Буду однозначно Это переслушивать Да И Потому что Какие-то вещи Конечно Вот так вот Догружаются Хотите Я вас развлеку Немножко Как было Сегодня Мое утро Прошло Я сегодня Пришла в садик Ну вот такая То есть вот такая Без косметики Без прически Без ничего Особо Привыла Детей Садик Села Там у нас На улице Прямо В стуле Кафе Можно И разговариваю По телефону Как раз С молодым человеком И проходит Немножко со мной Все здороваются Доздороваются Мама все И подходит Владельца садика Молодая Красивая женщина Она проходит Немножко Приехала Садик Я не могу Тебе этого не сказать Ты мне объяснишь Что происходит Что с тобой происходит Я говорю Ну в смысле Она говорит Так поменялась Внешность От тебя Ты какая-то Ты как ведьма Ты слишком Ты неприлично красива Последнее время От тебя какая-то Странная красота Она какая-то Не такая Что происходит Я такая говорю Любовь Ну что еще Женщине хочется Конечно я скажу Любовь Катя говорит Правда любовь Действительно Но вы знаете У меня даже Внешность Последнее время Меняется От того Что я прорабатываю Все вот эти истории У меня действительно Сильно меняется Внешность А как я эти две ночи Сплю Боже мой Я в принципе Когда хорошо прорабатываю С психотерапевтами Это детектор для меня Если я начинаю Плохо спать Знаешь что-то опять Я там что-то не то делаю Я эти две ночи Как младенец Просто Куда-то Вообще Падаю И высыпаюсь Ну это же Такой прям Сильный маркер Да Сон Как говорят психологи Сон Секс И Стул Питание Да Вот Я знаете что предлагаю Может быть все-таки Мы включим комментарии По отвечающим Конечно Давайте Ненавидят Давайте Давайте Я вас благодарю Вообще За откровение Столько вы рассказали Столько им поделились Я знаю как это непросто И не все решаются Вообще Да Я же бесстрашная Вот Спасибо вам огромное Потому что я уверена Что очень многие узнали Через вас себя Вместе с вами Что-то прожили Осознали Внутри себя И это просто Огромное вам Человеческое спасибо Вот от всех За всех Кто возможно Даже этого не осознает Но ваши слова Да Они Как вот Для многих Я уверена Тоже исцелили Уже какие-то драмы Чем закончилась история Отменили казнь Переиграли Так это говорят Мы не переиграли Смотрите То есть пространство Вообще многовариантно Есть бесчисленное Множество вариантов Каждой жизни И вот смотрите Наша сегодняшняя жизнь Да Вот мы сейчас стоим С вами в точке Здесь и сейчас Каждая из нас И вот будущее Не предопределено Пока не сделан шаг Возможно Любые варианты Развития событий Только Наш выбор Перенесет нас На какой-то вариант Да На какой-то вектор Дальнейшего пути И если посмотреть На наше прошлое То он соткан Вот из тех выборов Которые мы делали Вот ту цепочку Которую мы помним Да Это соответствие Нашим выборам И принятым решениям Но в каждый момент Времени Были и другие же варианты Которые просто Не активированы Они так и остались В пространстве варианта Пассивными То же самое В прошлых жизнях Нам открывается Тот вариант Развития событий Которые соответствуют Да Нашим убеждениям Верованиям Представлениям Нашим запросам Для того Чтобы мы увидели Вот мы просмотрели Эту жизнь Да Прожили ее Как бы Но на самом деле Просмотрели Дальше Да Жизнь закончилась Мы поднимаемся И с уровня души Да С пространства жизни Между жизнью Смотрим Вот на события Той жизни Издалека Со стороны Своими сегодняшними глазами И начинаем видеть Вот то Что не видел Когда-то Тот человек Которым мы были И мы понимаем Что были же Другие варианты Можно же было Тогда в тюрьме Принять помощь Не идти на смерть Да Увидеть тех людей Которые плачут Да Дождаться правителя Чтоб он вернулся Да Когда там бабушка умирала Не брать эту вину на себя То есть мы сразу видим Мы отмотали до того момента Много вариантов Что очень важно Да В регрессии Терапевтично То есть мы мысленно То есть мы всего лишь Путешествуем фокусом Своего внимания Да Находясь в этом теле И мы оказались Вниманием своим Вот снова в той точке Когда была чима Когда умирала бабушка Да И просто Когда я впервые Приняла решение Которое запустило Вот эту волну Последовательных решений Приведших меня к казни Да И поскольку у тебя Уже есть другие понимания То ты идешь Да По линии времени Вот той жизни Ты делаешь новые выборы И ты таким образом Активируешь Другие варианты Развития событий Тот, который мы просмотрели Никуда не девается Он остается Но он больше не активен Он переходит в посев Да А мы сонастраиваемся Уже своим настоящим С новым вариантом Развития событий И уже он влияет на нас Да А вот не та предыдущая жизнь И когда мы выходим Из регрессии Ань Что происходит Мы оказываемся Уже на другом варианте Развития событий Своей сегодняшней жизни Соответствуют С той новой Внутренней сборкой Вот Поэтому Человек спрашивает Смотрите Опять скажите Откуда уверенность Что это инфа Из прошлой жизни А не из общего Инфополя Ну вот Ответьте вы Пожалуйста Я вам скажу Что все определяет Наше намерение Мы можем открывать И жизнь другого человека Такая возможность У нас есть Соприкасаться с опытом Любого успешного Талантливого человека Мы можем открывать Да Жизнь нашего предка И есть намерение Есть наш выбор Да Который открывает По запросу То что он открывает Но в регрессии Мы знаем Понимаете Вот если вы пойдете В регрессию Вы просто в какой-то момент Будете знать Что это вот так И все Это моя прошлая жизнь Это воспоминания Из этой жизни Это предок Который пришел И сейчас Показывает мне Да Какое-то событие В нашем роду Которое также влияет На то что происходит Здесь и сейчас Вот собственно и все Мы просто знаем Смотрите Еще знаете Что я хотела Пока вдруг У нас Чтобы не вырубило У нас Я просто стала изучать Мне многие пишут Мы конечно За вас рады Все конечно круто Аня У вас как всегда Все самое лучшее Но как бы У Валерия Нет уже записи На частные регрессии И нет денег На такие дорогие регрессии И что тогда делать Я начала Очень просто На самом деле По сайту Нашла кучу всего На самом деле Все очень просто Потому что конечно Два года назад Я столкнулась с тем Что очередь растет А мои ресурсы Физические Вообще Они не бесконечны И я не могу взять Всех Кто хочет ко мне попасть И тогда я села И крепко задумывалась Что же делать Потому что Мне хочется Чтобы То есть я хочу Помогать большему Количеству людей Но я не могу Разорваться на тысячу Валерий И тогда я стала Продумывать Какой может быть продукт Я создала за это время Шесть курсов Каждый посвящен Какой-то тематике Когда в режиме онлайн В групповом процессе Ты можешь так же Очень глубоко Работать над собой Вот сейчас Только-только Начинается Новогодний курс Называется Создай свой будущий год Помните Как говорил Диспенза Та самое лучшее Предсказать свое будущее Это создать его Вот мы там идем В регрессии В прошлой жизни Идем по линии Этой сегодняшней жизни Открывая доступ К навыкам Талантам Способностям Потому что Только на Да Вот этих энергиях Мы можем Заложить платформу Для желаемого будущего Я также Специалист по нейрографике Использую нейрографику Вместе с регрессией Не знаете, Аня Такой метод Нейрографика Не слышала? Я услышала От Светы Которая познакомила Меня с вами Я вчера с ней делила Свои впечатления От регрессии С вами Она говорит Аня, а нейрографика Я говорю Слушай, подожди Мне надо это переварить Она в восторге Такого спонтанного рисования Есть определенные алгоритмы И это позволяет нам тоже Проживать Уже через тело Якорить это Вот опыт получен здесь Мы, кстати, в регрессии Идем еще В прогрессию Потому что На глубине бессознательного У нас есть Также доступ К потенциальному будущему Которое многовариантное Мы можем В таком пространстве Выбора будущего Поделать разные выборы И посмотреть Как будут разворачиваться события В зависимости от наших выборов И тогда мы понимаем Куда стоит идти Куда не стоит Что нам делать Чем заниматься Вообще На новогоднем курсе Например Мы вообще идем В пространство Хроники Акаши Слышали про такое пространство? Слышала И вот, кстати, подписчицы Ваши пишут Ну, видимо, ваши подписчицы Про Хроники Акаши Пишут Можно зачитать один вопрос? Скажите Есть ли противопоказания Для сессии? Бывает ли сильнейшая Психосоматика Или болезнь После сессии? В чем может быть причина? А можно я немножко Предварительно этот ответ Давайте Потому что вам могут Ну, вы профессионал Вам, конечно Ну, я могу про противопоказания Рассказать Что они есть И какие Рассказать Давайте А я, знаете Давайте А вы дополните Давайте Смотрите Противопоказания есть Это психические расстройства Диагностированные Потому что Регрессия Это метод психологии А психологи работают С условно здоровыми людьми А не с психически разрушенными Там уже психиатры Да, и психологи Не врачи Мы не имеем права Не отменять Не назначать лекарства Это всем понятно Это состояние Алкогольного Наркотического Объединения В момент прохождения Регрессии Это эпилепсия Это беременность На любом сроке В групповом процессе На новогоднем курсе Можно идти на этот курс Но нельзя идти В прошлой жизни Потому что Нельзя волноваться Да Потому что Ребенок Все проживает вместе с вами И это нужно понимать Мы работаем только индивидуально И то там В редких случаях С беременными И через ресурс Там определенные Есть технологии Что еще Панические атаки Если они чаще Чем три раза в месяц Тогда нужна Индивидуальная терапия С психологом И медикаментозная Уже терапия Если они не чаще Трех раз в месяц Люди приходят в регрессию И у них Панические атаки Уходят навсегда Вот Что еще Вот собственно и все Ну и серьезные Сердечные болезни Перенесенные операции Опять же только потому Что могут быть Да Сильные волнения Какие-то И непонятно Как среагирует сердце Поэтому лучше Там не нужно Ну смотрите Давайте я Я перечислю Да Например вот у меня Во время регрессии Были Жуткие спазмы Рвотные Но опять-таки Я продвинутый пользователь Я В простановках К этому привыкла Это Специфическая моя реакция В том числе Да То есть у меня Буквально Кстати Это редко Бывает Да Поэтому я бы не сказала Что это прям Типичная история Ну вот просто Например Ваша специфичная Да Ну как бы Я знала Что тело Не может быть Не может не реагировать И я была готова К разным реакциям Хотя было немного Но это был как раз Тот момент Когда я отказывалась От всех обетов Обещаний Взятых на себя Они реально из меня Буквально Вот какими-то Вы их выкашливали Прямо Выкашливала Да Выкашливала Значит Я точно понимаю Так как вот Я думаю Что это схожая история С послерастановочными Проявлениями Что может начаться Какие-то телесные реакции У меня бывали Из-за подробностей Знаете Там и рвота И там И поносы То есть чистка организма Шла очень сильно Бывало такое Что Была Слабость Бывало 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 Такое Что Ты вот Ну не знаю Начинает Какие-то Один раз Мне шею заклинило После там Сильной расстановки Потому что Ну действительно Я в этой расстановке Ну никак не хотела Посмотреть туда Куда мне показывали В регрессии Все было намного мягче Да Но я подозреваю Вот Вы справьте меня Если я не права Но я подозреваю Что и после регрессии Могут быть разные Проявления Психосоматики Да Но я не встречала Ни разу Чтобы это было Какой-то Непереносимой Нет Смотрите Мы все проживаем И через тело В том числе Более того Наши блоки Страхи Боль Обиды Они все в теле Это наши защиты Зажимы Наши панцири Да И все это хранится В том числе Не только на глубине Бессознательном Но и на уровне Клетках нашего тела Когда мы Освобождаемся От чего-то От этого Начинает освобождаться И тело Но тело освобождает И через боль И через дискомфорт И через тошноту Да Но ничего в этом Такого нет То есть Мы это как бы Перепроживаем Это переносимо Да Если мы говорим Там о групповом процессе То есть чат Да Кураторы Я и мы там Помогаем Объясняем У меня вообще есть курс Который называется Здоровье Он проходит раз в год Где мы вообще работаем С психосоматикой У людей Во время курса Обостряются И хронические заболевания Почему это происходит Потому что мы с этим работаем Они уходят Люди исцеляются Вообще от Неизлечимых болезней Даже от Да Аутоиммунных заболеваний От кожных болезней Вот за время курса Вот Хотя на любом курсе Аэрофобия Аэрофобия У меня есть курс про страхи Вообще любые фобии Страхи Есть специальные техники Есть например техника Фрэнсен Шапира ДПДГ Слышали? Или ЕМДР Дисенсибилизация Переработка психотравм Движениями глаз Которая позволяет Вообще разомкнуть Вот эти все цепочки Там всплывающие Ну в общем Это долго рассказывается У меня дочка У меня дочка Вообще уже все С большим трудом летает И дочка И сестра Это просто какой-то трэш Более того Как показывает практика Да Аэрофобия Ничего не имеет общего Вообще с самолетом Да А что вы ей посоветуете Вот что вы ей посоветуете Например Какой курс ваш Ну этот курс будет Только теперь в следующем году Вот страхи Так он будет А так и будет Как это называется Да Да Он так и будет Жизнь без страхов Потому что там Очень такой микс техник Специальных Потому что Всегда есть капсула Есть программирующие События Что касается болезни Что касается страхов И этот пусковой механизм Лежит где-то по линии времени Этой жизни причем Потому что И вы прямо в групповых терапиях С этим справитесь Прямо в групповых Мы идем назад По линии времени Определенными алгоритмами Раскручиваем И находим Вот тут первую ситуацию С ней работаем Когда вся цепочка Размукается Потому что За этим может стоять Страх одиночества Там бессилие Что-либо Изменить Да И просто мы мыслим Ассоциациями И вы могли переживать Что-то А при этом Самолет взлетал И все И сознание И бессознательно Все это замешало Быть Дина У меня так было С акулами Понятно же Дураку Что как бы Нет у меня опыта Что меня там Акула в этой жизни Сожрала И я прорабатывала Два года Свою психику Через работу С психотерапевтом Все У меня страх Акул ушел И как бы Я специально С этим страхом Не работала Да Но на самом деле Да Вот в любой регрессии В которую бы вы не пошли С чем бы вы не работали Мы исцеляем душу Исцеляется тело Уходят страхи То есть бессознательно Так мудро устроено Да Что в какую бы регрессию Вы не пошли Вот вы пошли У вас там была Самая главная тема С дочкой поработать А она столько всего Вам там открыла Вы столько поработали Даже Да И не собирались И вот так всегда И все остальное Да Оно в удогонку Смотрите Хроники Акаши И регрессии Разница принципиальная Скажите пожалуйста Я не знаю Что вы понимаете Под хрониками Акаши Да Расскажу Хроники Акаши Вообще Это термин От Эдгара Кейси Который был спящим пророком Который входил В трансовое состояние Да Дальше шел В хроники Акаши Хроники Акаши Это нематериальный банк данных Хранилища Библиотека Вселенская Всего обо всем Да Где сохранены Как их называл Кейси Записи Да Всего 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 И мы можем идти В хроники Акаши Например На новогоднем курсе Мы туда идем Для чего Чтобы открыть записи Нашей ресурсной Прошлой жизни Запись Опыта нашего предка Ресурсного Богатого Успешного Потому что знаете Есть люди Которые говорят Да в нашем роду Не было богатых Талантливых Что там Что там начинать Я говорю В вашем роду Это сколько Два-три поколения Ну не смешите меня Да И вдруг приходит Предок И говорит Ну что не было богатых Пошли я тебе сейчас покажу И открывает жизнь Где ты вообще вспоминаешь Да ничего себе Какое у тебя там Наследие Да И вообще вот Соединяешься с этими предками Также через хроники Акаши Мы можем открывать записи Других Любых Успешных людей Ань Вот например Да вы говорили Хочу стать президентом А вот через хроники Акаши Вы можете с Путиным Владимиром Владимировичем Пообщаться Вот Вы можете получить от него совет Неважно как вы относитесь Неважно как президент И он стал президентом И он удерживает это место Да И у него есть Что-то что позволяет ему это делать И каждая наша жизнь Каждый человек Он очень многомерный Многогранный И всегда есть Чему у кого поучиться Вы знаете что Вы можете пригласить Любого человека Да Вот которым вы восхищаетесь И соприкоснуться с его жизнью И получить от него советы И посмотреть его глазами На свою сегодняшнюю жизнь И это просто Возможно вообще Абсолютно все Это моя позиция Я вообще Знаете Всегда говорю Что возможно все Кроме того Что я думаю Что невозможно Но все-таки Во-первых Тут есть вопрос Как ссылку дадите Как записаться на курс Слушный народ Я думаю Что наверное В шапке профиля Да Ссылка в шапке профиля Переходите Потому что Еще неделю Как можно присоединиться То есть там 8 уроков И регрессии Но мы там будем делать Аню Вы идете на мой курс Я уже знаю Мы в эту пятницу Будем делать Просто невероятную Мандалу Я в Кении Неважно У вас же доступ Открывается И на протяжении Всего курса То есть курс Заканчивается 23 декабря Но к некоторым урокам До 10 января И мы там будем делать Такую шаманскую Очень древнюю мандалу Из овощей Фруктов Цветов Семян Мы будем вообще Благодарность Этому году делать И да Вот настраиваться На следующий год Работать с колесом времени С внутренними Скоростями Ритмами Это просто вот Ну я вот каждому желаю Да Вот это прожить Вот Поэтому я вас всех Очень приглашаю Ну я точно Буду на курсе У меня такое ощущение Что вы получили До своего Еще одного Какого-то Не люблю слово фанат Но Последователи Да Буду явно с вами Буду конечно Вас теперь донимать Чтобы вы мне расписали Все что мне нужно Для того чтобы стать Президентом С вами пройти Так что готовьтесь Буду теперь о вас Рассказывать У меня такая вообще Есть фишка Я нахожу какого-то человека Его продвигая 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 Искренне Искренне Просто делясь тем Как это влияет На мою жизнь И таким образом Я очень сильно провожу Очень хорошие Правильные вещи В мире Я делюсь этим И являюсь тем человеком Через которого Происходят очень большие Изменения У огромного количества людей Мне кажется Прям новый вид целительства Знаете Если там я сама Непосредственно целила В тех жизнях Сейчас я думаю Наверное Вот согласно Этому времени Этому возможностям Наверное И вот так Гораздо круче Когда ты прямо Через инстаграм Потому что мне правда Очень многие люди пишут Аня Посмотрел твой эфир Оказывается там Про зеленые коктейли А у тебя это Это поменялось И я подумал Наверное правда Вот это вот Магические способности Они вот так Могут проявляться Поэтому люди Вы поверьте мне В моей жизни Не бывает никакого Вообще Никаких случайных людей Да Это не платный Это не рекламный эфир Совсем Вы знаете Что я делаю Только то Что искренне Сама Себе И вам рекомендую Да Всегда проверяю То есть Действительно Моим советом Вы можете Вот довериться Расслабиться И пойти Хотя бы попробовать Да Прежде чем Что-то там Говорить И критиковать Сомневаться И думать Что вдруг Это ерунда Бесполезно Рассуждать о том О чем у вас Нету Собственного знания Да Никакая Аня Саркисяна И никакой президент Вам не может Гарантировать Ничего И не сделать За вас Вашу жизнь Надо просто Идти И пробовать Но есть люди Мнению которых Вы можете доверять Потому что А. Бескорыстно Вот у меня точно Нет никакой корысти Вас никуда везти Я ничего Как бы От этого эфира Кроме потрясающего Опыта регрессии Не имею Б. Профессионально Потому что Все-таки У меня большой опыт И я не обесцениваю его Да С. У меня Четко Талант Видеть Светлых людей Меня часто спрашивают Там кто Почему я так Не люблю Например Я не люблю Люблиновскую Что делать Ну не люблю я этого человека Не как человека Я не люблю то что она делает Да Не стану никогда советовать Да А вот тут Потому что я знаю Например у вас тоже есть Работа с желаниями Да Но я посчитала Изучила Поспрашивала У меня есть желание У меня с исполнениями С исполнениями Мы будем делать карту исполнения И это вообще другая история Вот я про это хочу сказать Что даже это надо делать Очень экологично Я так понимаю Что вы экологично Это делаете Да Опять же Каждый все делает сам Пропускает Только через разные фильтры Алгоритмы Свой список желаний Прочимаем Вот вы идете На курс Начните с того Что напишите Все свои желания Пусть будет миллион Да И у меня знаете Уже сколько написано Я постоянно этим занимаюсь А потом Во время курса Вы посмотрите Что к концу останется Понимаете И это тоже очень важно Потому что все желания Не нужно исполнять Нужно уже потратить энергию И добиться того Чего на самом деле Тебе не нужно И потратить на это Свою энергию Так вот пишут Я начинала С новогоднего курса Год назад И за 4 курса Валерии Я столько осознала Просто невероятно И с зависимостью справилась Ну это Волшебство Пишут нам Что мы с вами Кто-то пишет С какого возраста регрессии С 18 лет Это для взрослых История Не для детей Для детей Обратная связь на курсе Обратная связь на курсе будет? Да Конечно Я куратор Я вообще не работаю Без обратной связи Я не знаю Как другие работают Регрессологи Без обратной связи Я не представляю Что человек Что человек может сам С этим опытом Потом делать Ну если вдруг Разные бывают Да Конечно Через Анну Столько людей прокатились Ничего Катаетесь на здоровье Лишь бы в нужную сторону Катились бы все вместе За то, чтобы страна оздоравливалась Курсы для меня очень дорогие Но хочу попасть Жаль Ой, вы знаете У меня вот по этому поводу Знаете, Валерия Очень однозначное мнение Ну и хорошо Что у вас недостаточно денег Самое главное Что у вас было достаточно желания Глядишь У вас что-то в жизни поменяется Ради того, чтобы реализовать это желание То есть как бы Идея о том, что у меня нет денег Мне часто просто про это пишут Я за 6 лет особого материста Столько раз слышала Ой, конечно Вам легко говорить У вас деньги есть У вас ребенок туда К остопату К этому А я на это говорю Знаете, 98% людей Которые обладают 80% денег в мире Вышли из нищеты Как хороший стимул Да Вы не думайте о том Что у вас денег не хватает Вы подумайте А вы реально хотите Потому что если вы реально хотите Пространство точно даст вам эту возможность Согласна А потом тоже много-мало Вот мы в магазин пошли Просто продуктов Вы купили на эти деньги Там за один-два раза Да И все И в нашей жизни ничего не изменилось А тут А тут Шанс изменить твою жизнь Инвестиция Ну это реально Потом Ну это целый месяц Да Работы всей команды Мои Каждый день я с вами на связи Дополнительные прямые эфиры И так дальше То есть это вот Да Сколько трудозатрат Поэтому я считаю Что То есть это вообще цена Вот да Которая позволяет Энергетически Произвести вот это выравнивание Между давать и брать Не более того Вот Да Ну я вообще считаю Что это Цельность Она несоизмерима Вообще в принципе У каждого человека Она своя В целом В целом я считаю Что знаете Жизнь бесполезна Идти из проблемы Я иду всегда Из решений Когда я Есть какая-то ситуация Я говорю Так У меня Я никогда не говорю У меня нет денег Я всегда думаю Так А что надо сделать Чтобы у меня было столько денег То есть у любой ситуации Есть проблемная сторона И решательная сторона Я всегда иду вот отсюда Потому что для меня А как я могу это сделать Да А как я могу это сделать А как Да Я хочу Для меня это единственный Для меня единственный аргумент Я хочу Все Для меня нет слова Могу Не могу Он Я хочу Для меня достаточно И вы знаете Но правда же Моя жизнь Для вас пример Я не Да У меня обеспеченный папа Но я всего добилась сама Да У меня Все факторы в жизни были Которые могли бы меня И должны были бы меня схлопнуть Да И особый ребенок И беременность И муж бросил Ну то есть Если бы я бы Сложила бы лапки Была бы бедная Больная Несчастная И страшная Никто бы Даже меня бы не осудил Все сказали бы Это логично А как вы хотели Вот у нее такая жизнь А я сижу Тут понимаете Все краше и краше Несмотря на возраст Все стройнее Все там Ну правда Все богаче Все счастливее Хотя как бы ситуации Ну никак Ну фактически Все то же самое Ребенок так же особый Малышка так же на мне Мужа так же нету Бизнес так же на мне Как бы обстоятельства Фактически не меняются А я все больше путешествую Все меньше работаю Все больше зарабатываю И все хорошее Но в этом же есть какая Даже есть какая-то логика Народ Вы подумаете Если вы творите свою жизнь Вы создаете ее Вы влияете на нее Вы не сдаетесь Вы ищете пути решения И вот это как раз Если меня спросить Да В чем смысл жизни В чем наше предназначение Вот Чтобы быть по образу Подобью Божьему Не просто плыть по течению Прожигать эту жизнь И проедать ее А что-то сделать вообще Да Материализовать свои мечты Задуманные Привнести свой вклад В этот мир Потому что Что мы несем Какую энергию Какие мысли Какие поступки Вот что самое главное Так Слушайте Нас так забросают вопросы Давайте Может последний вопрос Мне кажется Он не очень актуален Для всех Но Аня Мне очень понравился Один вопрос Он уже давно улетел Давайте Он вам Знаете какой Аня Президентом какой страны Вы хотите стать Мне кажется Этот вопрос Открывает вообще Еще новые двери Вот подумайте Понимаете Вы-то думали Россия Оказывается нет Мир-то Гораздо больше Чем Россия Подумайте Конечно О Армении Как выяснилось Президенту с моей фамилией Но все-таки Пока Давай так Пока Россия Через три года Переизбрания И как-то Рената Литвинова Говорила Вы знаете Через три года У нас будет Президент Женщина Она придет из ниоткуда Это будет вообще что-то Я вот правда Абсолютно на это настроена С Валерией С вами Теперь вообще У меня вариантов нет Кстати Вот знаете Что хотела сказать Еще по поводу Моей регрессии У меня ведь Был главный запрос Да Как вот Пройти сейчас Несколько этапов Мне регрессия Дала ответы На эти вопросы Хотя Прямой работы С этим Ни в одной Из предыдущих Жизней не было То есть я получила Даже те ответы Которые казалось бы К ним не имели отношения Хочу смотрите Я хочу просто этот ответ По-другому развернуть Валерия Я тоже скажу Потому что мне постоянно Вопросы задают У меня сумасшедший режим То есть мой день расписан Просто я уверена Что мы с вами Вот понимаем Что такое 24 на 7 Работать Да Но для меня Ответ на этот вопрос Когда я Живу с собой Не из патологических Проблемных Факторов Моей психики И делаю То что Действительно Я Хочу Могу И должна Вот это Звучит не очень Мне же не нравится Слово призвание Я звучу с собой Вы знаете Сил прибавляется Очень много И перестала Тратиться Энергия На людей Когда Преподаешь Или с кем Ты работаешь Перестала От этого Уходить энергия Наоборот Ты когда Ты свое Предназначение Исполняешь Здоровой Частью Подчеркиваю Здоровой Частью То силы Прибавляются Просто Я ложусь спать Я вот ездила На регату Мальчики за мной Мужчины Все рабочие Все бизнесмены Все за мной наблюдали И летали Бесишь Ты встаешь Уже Активная Бодрая И веселая И ты уходишь Ложиться Спать Все еще Вот такая Что ты там Ночью нюхаешь Пьешь Ешь Что ты там Делаешь Да и не важно Что там Они пили Курили Я практически Там не пила Ничего Не курила Дело не в этом Знаете Вот это внутреннее Состояние Что ты проживаешь Свою жизнь Целиком Наполнена Здрава Счастлива Сблагодару Сблагодарность Прям главное слово Оно дает Такое количество Ресурсов Что я ложусь спать Только потому что У меня приходят Потому что надо Да надо Биоритмы Я сплю там Шесть часов И мне нормально Понимаете Я счастлива просто И сумасшедшая нагрузка Валерия А у вас как-то по-другому? А у меня так же Во-первых Я не работаю ни дня Потому что я занимаюсь Любимым делом И для меня это Вообще сложно Назвать работой Это просто Я в потоке Я кайфую от того Что я делаю Ну и конечно Не знаю Семья Отдых Ничего такого А потом Когда есть баланс Между давать и брать Который ты регулируешь Тогда тебя это не выматывает Ну не знаю Потом я ничего не беру на себя Я своей энергией Не работаю Я через себя пропускаю Я в потоке Уходит энергия Новая приходит То есть Я даже Не знаю Как ответить на этот вопрос Вот Просто Когда ты на своем месте Делаешь то Что ты должен И хочешь Вот собственно Все и случается И более того Я не могу этого не делать Да Это просто через меня идет Да там Какие-то продукты Пишутся Даже когда отпуск Я стараюсь Там какие-то экскурсии Занимать свою голову Потому что иначе Начинаются просто Писаться новые регрессии Новые курсы Новые продукты Это бесконечная история Вот Поэтому тут бы себя наоборот Чуть-чуть Так Все хватит Спокойно Просто дышим Смотрим Все Как-то так Да Здорово Ну что Я считаю Даша Это очень хорошее Окончание нашего эфира Он мог бы быть бесконечным Когда встречаются Две Такие уже Эпохальные личности Вот это эго Да Я прям Благодарю вас Прямо Со всей мощью Своего сердца Своей души Своих возможностей Посылаю вам Правда Искренне Вот Искренне Прямо С благодарностью Вам Все самое лучшее Мое сердце легкоет Когда я вижу Да Вот как Ну плоды своей работы Нашей работы Когда я вижу Как у людей Меняется жизнь Как вот Да Приходит Осознание Инсайты Когда вот Да Я вижу Когда человек Это все Мир изменился Другие фильтры Восприятия Вот что мне еще надо Вот Вот это то Ради чего И собственно И стоит вообще Делать то Что мы делаем Какая же это работа От слова РА Да Это же творение Ты сотворяешь От слова РА РА Бог солнца Радость Радость Да Наша от слова РА Сотворяем Ну все Доброй ночи Я с вами не прощаюсь Как вы понимаете Теперь куда лучше До новых встреч Вот Так что Увидимся теперь В чате курса Да Благодарю вас Желаю вам Сладких снов Всем Да И всем тоже Всего доброго Спасибо всем кто был Спасибо Не забывайте пожалуйста Девушки Юноши Пожалуйста Не забывайте Что у Инстаграма Есть правила Этот эфир выйдет Сейчас в виде поста Поставьте Не поленитесь пожалуйста Сердечко Напишите комментарии Поставьте стрелочкой Репост Люди должны знать О том Как избавляться В жизни От деструктивных Состояний Как быть счастлива Что счастлива Это единственное Правильное состояние Как потому что Тогда ты Других делаешь Счастливыми И свет И любовь И радость Это естественное состояние Делитесь Потому что Жадность Это прямо Страшная история В карме Когда ты обрываешь Все потоки Благосостояния Своё собственное Поэтому давайте Делиться Я хочу быть президентом Здравой страны Как-то так Да? Да Все Всех благ Доброй ночи Доброй жизни Всего Да Благодарю Все Сделано 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 Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok